Фэмили Лаунж, Марина и Александр, они уже здесь у нас в студии сегодня. Вам добрый вечер, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Я сразу же могу сказать, что из тех героев, которые были в нашем проекте, он выходит уже достаточно не короткое время, самая, может быть, необычная семья сегодня у нас. Вот вы слышите прекрасно, да, аплодисменты, люди рады вас видеть сегодня. И семья необычная еще чем? Тем, что вы дарите творчество, и вы способны любую мелодию сделать по-своему, преобразить ее, и люди это воспринимают на ура. Скажите, как пришли и как нашли, скажем, друг друга, что вот такой вот дуэт получился в вашей семье? Я, наверное, начну. Нашли мы друг друга, опять же таки, в музыке. И Александра я полюбила тоже за музыку, потому что музыка это является... Так вот что вы его любите, да, он, смотри, борода, да? А бороду это я уже отрастила, он до этого безбородый был обманщик. Поэтому все музыка. Все музыка, музыка нас связала, как вот в песне поется. Я, например, музыкой занимаюсь с детства, я знаю, что Александр тоже занимается музыкой, музыкой с детства. Поэтому музыка наша жизнь, наше все. Ну вот как было, да, мы не будем здесь прошлое, оно у всех есть. Здесь, я не знаю, были вы в браке до того или нет, у Александра была семья, у него замечательные две дочери. Да. Вы, музыка вас связала, просто так она не связывает. Как? Ну давайте, наверное, я расскажу такую быстренькую историю. В общем, мы работали в одном из заведений со своей группой, с ковертетом, так скажем. И у нас отменилось это мероприятие, на котором мы должны были работать. И по чистой случайности мы поехали и решили отдохнуть в другом заведении. Приезжаем, значит, в это заведение. Там красуется прекрасная Марина, тоже была она со своим товарищем каким-то. Они там просто отдыхали, как и все люди. Друг детства, да? Да, друг детства. Да, он живой, все, он в Алма-Ате, хороший парень, наш друг. Теперь уже наш друг общий стал. И вот, и я как только зашел, я сразу, ну как бы увидел, что женщина очень красивая, эффектная. Она из всех выделялась и сразу бросилась мне в глаза. Ну что? Причем до этого я знал ее тоже по разным проектам, что она вокалистка. Это меня еще больше как-то сблизило. Мне захотелось ей саккомпанировать, чтобы она спела что-нибудь. На джазовый концерт, оркестр на джазового хотела? Да, вот так вот, да? Как-то так. И вам захотелось, да? Захотелось, да. Хотеть не вредно. Захотелось все и сразу, как говорится, вот как-то так. Ну и вечером я ее уже повез на такси домой. Вот как-то так. Вот так и познакомились. И потом на свидание. И все, и так. Ну, довез же. Довез благополучно. Марина пела мне песни в такси. На свидание, да. И потом на следующее, на следующее. А в такси-то пела. Помните, что пели? Ну, не Мурку это точно. Нет, я не... Я перебивал ее своими изящными губами, поцелуями, ее замечательную песню. Нормально, да, вообще? Два часа знакомые, все, и расцеловались. Ну, реалии XXI века, все хорошо. И семья, да? Да. Ну, и вы же сложились как дуэт. Вы музыкант, то есть вы играете, не случайно у нас инструменты. Вы поете? Я пою. Да, ну, как дуэт, я могу сказать, мы не так давно, в принципе, вместе работаем. Года два. Да? Года два. До этого Марина работала с другим, тоже не менее замечательным пианистом. Но так как мы потом поняли, что, извините, лучше работать, конечно, на один карман, как говорится. Да, и теперь мы просто взяли и сделали так, что мы теперь работаем вдвоем и зарабатываем в два раза больше. Опять же такие репетиции, то есть у нас не нужно куда-то ездить, договариваться, репетировать. Все это происходит в домашней обстановке. У нас клавиши, аппарат дома, мы спокойно в любое время можем. У вас по большому счету тут еще и бизнес-проект? Ну да, конечно. Просто так же петь не будете? Конечно. Вы с задаром пришли. Да. А вот скажите... По-большому Блату, так говорится. Да какой там Блат, боже мой. Увидел вас, услышал, вспомнил и пригласил. Вот когда вы собирались сегодня, я внешний вид-то хочу вас обсудить, как-то думали, вы-то что, мужчина, он водоразку напиарил? Ну да. А вы тут что-то с крылышками, вот, чего? Это очень такая моя кофточка, любимая, которую я почему-то долго не одевала, а сегодня про нее вспомнила. Ага, она, кстати, да, пришлась? Да. Посмотрите, как подходит под интерьер. Да, абсолютно, я же вот поэтому обратил внимание. Но больше-то меня привлекло то, что у вас в росписи на вас. Вы как икона здесь пришли. А что это вдруг? Это откуда? Я очень люблю тату, очень. Вот прям моя страсть. Была бы возможность, я бы еще больше сделала татуировок, конечно. Ну и сколько их на вас? Восемь. Восемь. Что там вот на груди у вас написано? Никогда не поворачивайся назад и свободу. То есть я считаю, что человек, когда живет, он никогда не должен жить в прошлом. Он должен жить в настоящем будущем. А там на руках просто рисунок? Нет, конечно. У меня нет просто так рисунков. Я не люблю тату, который ничего не ожидает. Ну что вы на себе написали? Что вы там поколением сообщили? Здесь у меня Марк. Это мой сын. Здесь дата рождения. Вдруг я буду старушкой и забуду, как все шутят. Здесь Валерия. Дата ее рождения. Ну почему-то я хотела. Валерия это кто? Валерия это моя старшая дочка. Тоже музыкант. Видимо, боится, что склерозницей будет, уважаемые господа, и решилась ей на память к старости. Да. Микки Маус это Александр. То есть когда... Да, но он у меня ассоциировал. Она всю семью свою руках нагрудилась. Увековечила, да. Увековечила. Он нравится, да, вот это вам? Да. А вот хотела бы рассказать про мою первую татуировку. Где? На спине у меня есть пантера. Когда-то она была черной. Сейчас она по стечению обстоятельств зеленая, потому что, ну, время, года. Давным-давно я очень хотел татуировку, и мой папа... У меня отец был такой очень интересный человек, он актер был в драмтеатре Чехова. Тогда он еще был жив. Он сказал, ну, хочешь, дочка, я найду тебе, и тебе сделают. Все были, конечно, против, у мамы, но он нашел, мне сделали эту тату. Ну, сейчас отца уже нет в живых, а татуировка есть. И вот это такая большая память о нем. Вот так вот, да, для вас? Ну, здорово. Ну, как неформальный подход, и очень, ну, носите с удовольствием. Теперь же молодец, да, на всю жизнь вы себе его выкалечили. Но пришли-то мы с вами не про татуировки и не про бороду, которая вам супруга отрастила. Петь, и играть мы с вами пришли. Давайте, кто может быть, вас не знает, подарите им свое творчество и на ваш выбор. Мы хотели бы исполнить известную песню группы «Домино». Я думаю, всем она понравится, слушателям. Песня называется «Ай-май». Сейчас мы настроимся, секундочку. И желаем всем приятного прослушивания. Послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Ай-май». Браво, 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 браво. Спасибо вам огромное за это удовольствие. Но просто так этому не научишься. Это, конечно же, образование музыкальное определенное. Я, Александр, почитал вашу биографию. Много вы учились, что-то вы там в Петропавловске и все на свете. В общем, музыкант-музыкант, не самоучка студентов. А вы так вообще режиссерша у нас, да? Да, режиссерша. Да, режиссер, кино-звукорежиссер. Кино, а что в кино-то не сложилось? А в казах фильме там что-то у вас фигурирует? Да, у нас была практика на казах фильме. Очень интересного прям мы подчеркнули. Но очень тяжелая работа. Но я, конечно, отучилась на звукорежиссера. Это мне где-то помогает. Особенно у меня хорошо получалась проектировка музыкальных студий. У меня прям пять с плюсом по этому было. Акустик я прям очень хороший. Но я поняла, что все-таки нет. Я хочу быть не за сценой. Я хочу быть на сцене. На сцене. Конкурсы есть в вашей жизни? Конечно. Конкурсы, то есть конкуренция, конкурируете? Ну да, конкурсы в смысле между собой? Нет, нет, нет. Конкурсы, то есть куда-то вы выезжаете, участвуете. А, ну, конечно. Или просто в различных... У нас Александр по части конкурсов. В различных мероприятиях. Я вот, ну, когда учился в году учебы, ну и сейчас тоже мы участвуем, да, и в онлайн-конкурсах сейчас. В связи с нашей ситуацией в мире, да. Записываем какие-то джазовые композиции, отправляем. То есть все это происходит. Ученики. Ученики у меня очень плодотворно тоже выступают на различных конкурсах. И международных, и республиканских. Да, занимаешься чего-нибудь? Конечно. Вот у меня, кстати, ученик недавно был конкурс, занял первое место. Пока первый этап – это городской конкурс. Вот он первый взял. Сейчас мы 1 марта выходим на область. Тоже сейчас записываем видео. И потом республика уже. Ага. И чего он там наделал до первого? Он наделал очень много всяких интересных произведений, с которыми мы с ним работали и отрабатывали. Ну, это по части классическая такая программа, да. То есть это Вивальди, это у нас Брусиловский Евгений, наши замечательные композиторы мировой классики. Это Глазунов, да. Что касается… Ну, это вот такая барабанная ударная музыка. Она такая доселе неизвестная обычному человеку. То есть, ну, это такая профессиональная достаточно музыка. Вот. И мы с ним сделали три вещи вот этих, три произведения, выступили. Ну, и жюри единогласно дали ему первое место и пропустили на областной конкурс. А вам, как педагогу, это тоже в плюс? Конечно. Конечно, да. Ну, как бы это радость за своих учеников. Это прекрасно. Ну, конечно, да. Я зрителям скажу, что вот Александр, он сегодня действующий преподаватель. Ну, как-то музыки, да, у вас называется? Преподаватель по ударным инструментам в городе Павлодар. В музыкальной школе. В городе, прям во всем Павлодаре. В музыкальной школе. Ну, да, в музыкальной школе. Определенно, да. Александр этим занимается. Но нашли, да, друг друга. Я горжусь очень, Александр. Его достижениями прям, ой. Ну, я думаю, и он должен укрепиться вами, поскольку, что он там играет и играет в этот раз. Карас, айма. Но вы можете изуродовать в хорошем смысле слова любую песню, да? Любую музыку, любую композицию. Ну, да. А вы знаете, у нас в программе есть такая рубрика, когда мы готовим вопросы, долго думаем. Вопросы по профессии конкретного человека, который приходит. Я жизненно задаем их. Они в театре, на экране висит плашка с правильным ответом. Не все попадают. А вам решили не задавать эти вопросы. А поскольку вы музыканты, я сейчас на ходу придумаю композицию. Ну, давайте. Вы прям какое-то чувство, если у него руки потянулись сразу. Ну, да. Сможете ли вы? Для вас это ничего не стоит? Или могу вас достать врасплох? Или в зависимости от того, что попросим? Главное, что текст я знала. Текст вы знали. Вот тогда я, честно вам скажу, на ходу сейчас придумываю. Все мы родом из детства. Все мы, вероятнее всего, смотрели фильм «Гости из будущего». Там есть песня. Прекрасная, Танюха. Да, точно. Есть такая песня. Сможете попробовать? Ну, попробовать можно, да. Прекрасно. Ну, пой. Ну, как бы. Слышу голос из прекрасного... Поехали. Слышу голос из прекрасного далёка. Голос утренний в серебряной рассеи. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далёка. Не будь ко мне жестока. Не будь ко мне жестока. Жестока не будь. А часова истока. Прекрасная далёка. Прекрасная далёка. Я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далёка. Он зовёт меня в нерайские края. Что-то путаю, пардон. Слышу голос, голос спрашивает строго. Слышу голос из прекрасного далёка. А сегодня, что для завтра сделал я. Прекрасная далёка. Не будь ко мне жестока. Не будь ко мне жестока. Жестока не будь. От чистого истока. Прекрасная далёка. Прекрасная далёка. Я начинаю путь. Прекрасная далёка. Я начинаю путь. Спасибо вам. То, что мы сейчас наблюдали, спасибо. Это вот на ходу, да, сейчас? Да. Я на своём текст. Я на своём текст. Простите. А мелодию-то откуда вы? Ну, а это уже спасибо боженьке. Моим родителям, папе, маме, которые тоже музыканты и внушили в меня этот слух. Ну, я слышу. Вы её помните, вот как она работает. Я не то, что её помню. Вы не исполняли эту песню раньше? Нет. Я её слышал с детства, действительно. Я в школе. Вообще. В качельнике. И то какой-то там хор детский же всегда в школах были, что-то пели. Она известная. Просто хороший гармонический слух. Ну, а вот это исполнение, в котором мы услышали. Если бы в то время вы жили и были бы вот творческой командой, бог его знает, может быть, режиссёр бы вот в таком исполнении захотел услышать вот это произведение. Да, я думаю, да. Есть классическая версия, есть вот так, как вы исполнили. Потому что, видите, здесь мы более, я вот специализируюсь более по латиноамериканской такой музыке босанова, вот непосредственно, что вы сейчас слышали, это стиль босанова называется. Это стиль латиноамериканской как бы эпохи музыки. А вот это то, что у вас, это что называется? Это Марина Валерьевна поёт, просто так чувствует. Я по-другому петь не могу. То есть классическая вы не спрашиваете? Ну, а покажите. А, нет, смотрите, классическая. Просто? Как положено, как раньше пели. Ну, возьмите народную песню сейчас, Валерьевна. Народную? Ну, любую. Я же уже вам дам. Могу цыганскую спеть. Давайте. Без вот этого. За тебя молва-молва, идет моя любимая, очень ты хорошая, очень ты красивая. Ну и так далее, да? Да. И эх, и не надо. Тут уже цыгане у вас, вы готовы быть уже шалями, выходят, все работают. Сколько в вашем рикваре композиций? Не считай. Да много. Ой, а мы никогда не считаем, потому что у нас постоянно, когда мы уходим все репетировать, у нас все новый и новый. Вы знаете, бывает, даже сидим за ужином, и раз песня где-то звучит, о, а давай сделаем, а давай мы бросаем ужин, идем, все, садимся. Да, сразу, чтобы не утерять вот это. А сколько времени уходит на перековерки? По-разному, по-разному. Это зависит от вообще душевного состояния, насколько вещь сложная сама, да, то есть мы все равно отталкиваемся от оригинала, то есть снятие гармонии какой-то, да, то есть снятие мотива мелодического, который поется в оригинале, да, вот, например, певцом, конечно, мы отталкиваемся. Как говорят американцы, джазовые музыканты, если вы что-то хотите переделать, вы сначала должны спеть так, как поет непосредственно исполнитель. Вот так, да, то есть внять вот эту вот всю внутреннюю штуку, которую у него, попробовать, а потом уже перешивайте, да, свою какую-то нить, свою ведите, вот такие. Но и все-таки, а есть вот то, что спорите вообще? Конечно, обязательно. А без споров нету творчества никогда. То есть нет такого, что давай, вот, у нас нету лидера. Я вот предлагаю Марине, говорит, блин, мне Саша не нравится, давай вот, давай по-другому попробуем. Я говорю, а мне вот этот вариант. И мы постоянно спорим. Вы пересобачились, да? Ну, конечно, обязательно. Бывает, он встает, славишь, психует, уходит. Я сижу с этим микрофоном, сижу, он сейчас придет, смотрю, пришел, сел. Потом что-нибудь я, пою, пою, а здесь нужно так, я, ты меня будешь пять учить? Ну, у вас-то микрофон вы ему раз, не пришла. Вот, конечно, споры постоянно, и в спорах истина рождается, и вот находим какой-то такой баланс. Если бы мы не спорили, то все сухо. Просто, видите, оба как-то лидеры по лапе. Это вот вы сейчас, когда он вам наигрывал, вы высоко, низко подсказываете, да, если бы дома бы. Я бы орал, Саша, ты не слышишь? Ты же абсолютник. А вот у меня и вопрос возникает, соседи бедные? У нас у Лаваи первый этаж, повезло, что внизу никто не живет, и с другой стороны как бы минус два соседа уже отлетают. Здесь у нас соседи, была бабушка замечательная, она прекрасно реагировала. У нас глухая, видимо, потом. Нет, она переехала в Новосибирск. Представляете, она в Новосибирск уехала, да? Она, представляете, насколько, да, мы ее достали, наверное. А сверху у нас академик, такой хороший сосед. Пять-ка, да. Но не слышит ничего. Вчера стучал. Мы, кстати, когда готовились к вашей программе, мы вот вчера, ну, репетировали, мы же профессиональные же люди, мы же должны быть подготовлены к программе. Мы вчера репетировали, конечно же. Вот. И вчера дед нам, там, дедушка нам надалбливал маленько в стену. Ну, мы и изменились. Изменились. Ну, уже после 11, правда, да. А как-то, вы знаете, приходит такое вечером обычно. Днем как-то не очень такие вот эти моменты. Ну, потому что днем дети. А вечером, когда тишина, спокойствие, уже можно о чем-то подумать, что-то придумать. Ну, это здорово. И творчество, оно вечно, вот сколько у меня гостей было. Там одному ночью приснится стихотворение, он записывает, тут я просмотрю, не помню, благо записал. Это вот, как говорят творческие люди, канал какой-то открывается между тобой, например, ну, Богом. А вместе у вас он открывается одновременно? Открывается и вместе иногда. А авторское есть что-то? Авторского? Вот авторского, к сожалению, нет. У нас проблема, мы не можем найти себе хорошего какого-нибудь поэта. Я стесняюсь писать. У Марины есть несколько. А я боюсь почему-то, ну, критики что ли. Я даже вот Саше не могу показать. Я не знаю ее стихов никаких, но как бы в планах... Такая скромная, куда бы деться, благо вот у вас сын есть, все-таки скромной скромностью ребенка-то вы сделали. Сколько вам лет Марку? Марку 4. Марку 4 года. Марку 4 года. В январе, 7 января он родился. 7 января. Великий праздник. Великий праздник он родился. И сейчас я зрителям по секрету скажу, он там за кулисами наслаждается творчеством родителей своих. А вот когда вот тот дед, который академик вам долбит, и вон та бабушка, которая вынуждена была в Новосибирск приехать от вас. А сын-то чего? С вами вместе? Сын с нами. Он с нами всегда. Нет, а если, например, мы уже репетируем после 10, то у нас дети, то есть Валерия и Марка, они к этому относятся абсолютно нормально. У них детская комната находится очень далеко от зала, то есть у нас хорошая планировка. Очень далеко, мы закрываем двери, и если они нас и слышат, они на это никак не реагируют. Почему? Потому что они с детства в музыке. И они так и... Да, для них это нормально. До через 7 лет. До через 7 лет. И вокалистка она у нас. И вокалистка? Ну, прям музыкальная. А пацану-то чего пророчит? Барабан. Он уже с палочками, он уже со мной. Он занимается. Занимается уже. На квартире. У нас вообще там, я говорю, у нас там все. Мы сделаем группу скорость детей. У нас дома электронные барабаны, у нас дома аппаратура стоит. Боя, у нас все дома есть. Как студия, в общем. И у них другого выхода. Скажите, пожалуйста, адрес, где же вы живете, чтобы люди знали, где не надо жить. Наоборот, к нам все хотят в гости прийти. Мы иногда прямые эфиры ведем, так все говорят, где? Скажите, куда нам прийти к вам? Да, ну то есть да. Хотят попасть наоборот. Я влюбился в вашу семью, но я бы не поехал в тот дом, где вы живете. И вы ждете пополнения в семье. Там, мне кажется, сегодня вы играете, там певица или музыкантша будет или музыкант. Нет, будет девочка. Ну, по крайней мере, так говорят, хотя я до последнего думаю, что будет мальчик. Но по-моему, сказали девочка. Думаю, что да, конечно, в музыке. А мы не умеем ничего другого, чтобы ребенку в чем-то помочь, допустим. Ну, не знаю, музыка, музыка. Научные какие-то моменты. Нет, мы от этого далеки. В школе нормально учились? Нет, я плохо учился в школе. Я плохо учился. Я до четвертого еще как-то греб. И не жалею, и не жалею. Мне как бы... Физика не пригодилась? Нет, не пригодилась. Меня, конечно, и меня давали. Из формулы дискриминанта тоже я не... А любимый предмет в школе? Музыка, конечно, конечно. А у вас никакого... Труд, наверное, труд. Я любила труд, потому что там Шиле было очень... Музыку я не любила. Почему? Потому что нас заставляли петь те песни, которые мне не нравились. Допустим. Вы-то, извините, что там вам? 36 лет в то время, что там... Какие песни? Уже не было «Взвеси кострами синины»? Нет, нет. Нет, кстати, было. Было? Было, было, было. Нет, подождите, нет, нет. Эта песня, знаете, какая была? Барды ее все поют. Качнулся купол неба. Вот, как я ненавижу до сих пор эту песню. Ну, ужасно. Все мы здесь сегодня собрались, да. Простите, я что-то не поднялся, в школе вот такое вот, да? Да, мы пели. Хорошая песня, ну, в школе. Ну, да, мы ее точно пели, я это прям запомнила, я ее очень ненавидела. Ну, а как бы вы ее сейчас пели? Ну, помню, потому что в школе... Нет, можно не буду, я не люблю ее. Ну, вот это вот, можно же как-то. Нет? Давайте не надо так запомнить. Я не знаю. Вы говорите, вы вчера накануне до 11 часов академию спать не давали, репетировали перед визитом ко мне в студию. Что еще нарепетировали? Мы сделаем новую песню специально для вас. Это современная. Спасибо большое. Если я не дую спик инглиш вообще, если честно, так... На английском будете? Да, я буду петь на английском, но у меня всегда была с ним проблема. Ну, с казахским более-менее у вас лучше. Спасибо, у меня была пятерка по Олимпиаде по-казахскому. Ну, вот бездарно она что-то училась? Ой, не пятерка, первое место я взяла. Кстати, да, я любила казахский язык у нас, потому что был замечательный педагог. Ну, вот привет есть, она же вас дала. Да, очень крутая вообще. Давайте на английском. Давайте. Простите, если где-то я... Ну, если по-любому, оно будет. Ты готова, дорогая? Песня у нас называется No Roots. Я думаю, что все ее знают. Современная. Там, если петь ее, исполнять большим коллективом, начинается ту-ту-ту-ту-ту. Ну, здесь, конечно, не так. Ну, и по-своему, что-то. Да, только не торопясь. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот вам простите и мой английский. Привет можете, кстати, передать соседу-академику. Мы передаем вам привет, всех вам благ, здоровья, всем благ. Всего доброго. Мы продолжим так же, да? Мы продолжим все так же, конечно. Будем вас радовать. Может, наш сосед оставлять свои пожелания, какие песни он хочет слышать под собой, этажом ниже, и мы будем ему исполнять. Да, обязательно, наверное, вы это сделаете, раз уж заявляете прямо в эфире телекомпании «Ирбис». А вот скажите, пожалуйста, манеру, подачу, как-то прорабатываете? Перед зеркалом сидите вот это вот все, или оно вот, ну, чтобы выразить произведение, вот то, что мы сейчас наблюдаем, мимика? Нет, я никогда на себя не смотрю в зеркало, когда я пою, потому что мне моя мимика не нравится, потому что я пою от души, и у меня такое лицо иногда бывает, что ой-ой-ой, поэтому я никогда не проработаю. Не понимаю. Нет, потому что, вы понимаете, нужно или ты поешь, или ты кривляешься, или ты хочешь душу выложить в это произведение, вложить, да, чтобы все почувствовали, о чем оно, или ты вот такая, все красивые, губки, вот так и поешь, стоишь. Ну, то есть вы лучше, как вы сейчас показали, душу, да? А люди же слушать тебя приходят, а на тебя посмотреть зачем? Я же не в Майдельном агентстве работаю. Ну, и приходит сегодня, вот карантин, куда приходит на вас, посмотрите, если про интернет, лучше даже не рассказывать, понятно, все там. Ну, да, ну, сейчас тяжело с этим, конечно, вот, вообще... К сожалению. Кризис, да, кризис, кризис вообще сказался сильно, и даже, ладно, там, не будем говорить, там, о каких-то материальных делах, не хватает сцены, не хватает вот этой энергии людской, которая приходит, эмоции, и так далее, вот этого не хватает, реально. А вот раньше сцены, это что за сцены? Сцены, ну, сцены разные, сцены нашего замечательного города Павлодара, все возможные, да, там, ГДК, Шанрак. Ну, рестобары, естественно, банкеты. Там где-то я вас видел бы, рестобары, всякие разные. Да, у нас пятница, суббота, воскресенье, стабильно всегда мы где-то работаем. Ну, как бы работаем. Хочется вновь уже. Вновь хочется, да, ну, здорово, что, если вы называете рестобары, мы же не будем сейчас, приходите, когда захочется карантин, туда-сюда, да? А вот эти вот Шанрак и все остальные сцены, то есть вы сегодня на волне вас приглашают? Ну, да. Ну, я в Шанраке нахожусь как артист джазового оркестра, я работаю в джазовом оркестре под управлением Виктора Тимофеевича Шейкина. И вот в Шанраке мы все и обитаем. Ну, вас там, вы обитаете, вас там много же, да? Ну, возумеется, коллектив же, да? Коллектив у нас огромный джазовый оркестр. Вот оттуда, кстати, и у меня тоже корни-то немножко джазовые, да? Немножко они у вас, по-моему, прослеживаются абсолютно, да, из всего, что мы сегодня услышали. Цена вопроса, если, к примеру, да, не к примеру, а карантин когда-нибудь закончится, все мы об этом сегодня думаем, и вновь вас начнут приглашать на частные какие-то мероприятия, и вот Александр Смиринов скажет, а вот пойдем при условии каком? Смотря что хотят видеть они. Ну, я же не знаю, что предложено. Какая программа их интересует? Ну, пригласят вас на полчаса, скажут, после нее там придет, ну, к примеру... Это банкет или это рестабар? Это, к примеру, коммерческое мероприятие, юбилей, ну, допустим, завод. Ну, понятно, понятно, то есть просто какой-то банкет. Ну, на банкет мы... Сколько мы берем за банкет? Вы ее сейчас посовещаете? Ну, как, да много тоже, ну, как бы, ну, с учетом пандемии мы брали 100, сейчас, ну, за 60, за 80. Вот так, вот так побывать. Можно выйти. Какие свадьбы вы пользуетесь спросом? Пользовались, точнее, до карантина? Ну, конечно. Ну, как, свадьбы, это видите, это вот перед началом, например, поиграть. Пока рассаживаются гости, люди, то есть часок. Больше такой музыки не нужно. Это музыка... В нормальные времена. В нормальные времена. Когда не было вот этого карантина, лета... Ну, 100. 100 тысяч час. 100 тысяч час. Очень неплохо вы себя оцениваете, на самом деле. И даже, может быть, и занижаете планку. Да, это даже не очень дорого, потому что есть коллективы... Мне интересно узнать, в сезон, когда были свадьбы, когда ничего не было запрещено, как у вас построены выходные, к примеру, с банкета на банкет? Выходные все забиты. Бывало, что работали в двух-трех точках за один вечер. Бывает и такое. Потому что у нас, помимо этого, еще у каждого есть коммерческий коллектив, где уже полный состав группы. Я работаю в одном вокалистке, Александр работает в другом. Смотрите, вот, например, происходит... Вечером собрались из карманов, я столько принесла, я столько. Да, да, да. Происходило так, с 8 до 10, например, в хорошие времена, мы работали с Мариной вдвоем, например, да, там два часа. Потом разъезжаемся по разным своим коллективам. И вечером с коньяками, как вы говорите, уже... Посчитали кассу. Кто успел машину забрать, тот затем и заезжает. Если я на машине за Александром заезжаю, если Саша взял машину... Кто больше зарабатывал? Язык на плечо, но потом приятный. Да, привезил домой, максимум. Вы разложили две кучки, но Саша говорит. Смотри, у кого банкет, смотри, у кого банкет. Банкет-то это в раз пять больше, чем в кабаке, допустим, мы зарабатываем, да? Да мы как-то об этом не думаем, у нас один кошелек. Ну, я вам могу сказать, что в месяц, ну, пятьсот мы могли зарабатывать. Это смело. Ну, филармонии-то зарабатываем платье. Ой, да. Ну, конечно. Помимо филармонии даже, ну... Да, сотням дают, что ты получаете? Я, да. А те, у кого нет высшего образования и не защищена категория, конечно, меньше получают. Все меньше. Но мы потехали. Кто-то больше получает. А вы в школе? В школе? Ну, сегодня преподаватели... Зависит все от часов, да. Да, я вот, кстати, можете меня поздравить. Я защитил первую категорию, сейчас дал тест. И сейчас я буду зарабатывать уже гораздо больше. Ну, вот вы слышите зрителей? Да. Нам на 40% за эти тесты поднимают зарплату. И 25% нам всем педагогам нашей замечательной страны, президент, распоряжение президента тоже. То есть 65% уже у меня в кармане. Я прослужил, пока аплодировали зрители. Сколько вы получаете? Так, ну, сейчас я буду... Ну, 200, скажем. Ну, нормально. Пока вот карантин, да, проживете. Да, пока так. Ну, чуть меньше, конечно, чуть меньше. Ну, я так с нахлёстом, значит, на будущее охота всегда больше зарабатывать. Здорово. Ну, и программа наша тоже заканчивается. И очень приятно было вас сегодня. Спасибо большое. Здорово, что вы приняли приглашение поучаствовать. Давайте, если вы не против, что-то напоследок нашим зрителям ещё полоскать. Отлично. Я предлагаю спеть. Давайте споём замечательную песню нашего кумира, нашего человека, которого, к сожалению, нету сейчас в живых. Это замечательного Батерхана Шукенова. Мы хотим исполнить песню Джулия. А вы хотите? А то мы хотим, она молчит. Ну, если Александр хочет, Марина, конечно, хочет. Конечно. Вот. Исполним песню Джулия. А может быть, даже если вы нам подпоёте, будет вообще замечательным. Опять же, в нашей аранжировочке. Со словами не париться, всё из интернета. Да? Девчонка из далёких дней. По школе бегал я, за ней домой провожал, записки тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли. И я не скрывал, что лишь от тебя мечтал. Но только всё пошло ко дну, и я не знаю, почему уехала ты в далёкую страну. Тебя палюны там опять, но будут по-другому свадь. Чему вспоминать мне новое имя твоё? И Тимофей вместе с нами. Раз, два, три. 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 я julie 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 oh знаю я твой телефон но разве мне поможет он не стану звонить нам снова вдвоем не быть не знаю новый адрес твой но нас не сблизит он с тобой не стану писать хоть много хочу сказать развеялся былой обман нас разделяет океан прощай и забудь назад не пройти то пусть зачем напоминать грусть или имя твоя ну и пусть я буду опять его про себя повторять julie 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 и 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 нашим зрителям вы подарили минуты освождения удачи вам большой успехов и будьте здоровы спасибо и вам всего самого чудеса до свидания спасибо и на сегодня это все с вами был тимофей голев встретимся в следующую субботу на телеканале ирбис до свидания и и и и